Уважаемые зрители, приветствую вас на канале Любовь и Анитрия. Сегодня погода, дождь, ливень такой, небольшие ливни ожидали, но они есть. И сегодня я хочу рассказать вам дальше, продолжить рассказ о моем канале. На канале есть два плейлиста, называется «Прогулка в прошлое». Согласитесь, необычное название и «Прогулки по городу». Но прогулки по городу я даже не буду останавливаться. Это понятно, что я просто гуляю по городу, снимаю видео и что-то рассказываю. А вот прогулки в прошлое, прошу обратить внимание, это труд такой, знаете, очень дорогой мне труд. Потому что приходится искать информацию, время потратить, какое-то продолжительное, для того, чтобы узнать какую-то информацию. И у меня есть такое, я работаю, вечер уже все-все ушли, и я осталась одна. Не знаю, автобус успею я на автобусы еще. На улице дождь, но у меня есть зонт. Итак, дорогие друзья, я брожу по городу, снимаю улицы, снимаю старинные дома, а потом я думаю, о чем бы рассказать. Ну и, знаете, а бывает наоборот, я уже знаю, о чем я хочу рассказать, или узнаю неожиданно какую-то информацию. Например, я в конце 19-го года узнала случайно, что в нашем городском парке, в советское время это был парк Ленина, в центре, вот там где танцплощадка, фонтан, а сейчас памятник Шикариму, там был храм возведен. В конце 19-го века назывался он церковь, ну или потом стал собором, Никольский собор, в честь святого Николая Чудотворца. Вот у православных российских, ну и вообще у всех христиан очень почитается этот святой. И я была потрясена, потому что это место отдыха, вот на протяжении, вот я сколько, 60 живу лет, 63 года, и там всегда танцплощадка и все такое. В общем, оказывается, был храм, он был разрушен, и на этом месте установили танцплощадку и фонтан. Вот как-то так. Я была потрясена, и я решила узнать об этом побольше, нашла в интернете информацию и, конечно же, сделала видео. Сходила в парк, а парк закрыт сейчас на реконструкцию. Я все равно вот такими путями зашла, поговорила с каким-то рабочим, и он мне сказал, да, действительно, здесь был храм, мы устанавливали коммуникации, и все, видно было там, в общем, мы нашли кое-что, предметы церковного вихода. Я говорю, а что именно? Он говорит, подсвечники, чаши какие-то, в общем, что-то такое. Я говорю, и куда вы отдали? Спросила он. В музей, кажется, так сказал. Ну, надеюсь, что в музей. Вот меня это заинтересовало, и я стала делать видео о храмах, которых нет уже, не существует в наше время. Остались фотографии, остались воспоминания известных людей, которые бывали в нашем городе или жили. Остались воспоминания, или есть такие краеведы, ученые, местные краеведы, подвижники или ученые, я не знаю, как их назвать, но они делают очень много для города. И они сохраняют, по крупицам собирают информацию, и тоже или в интернете фиксируют, или труды у них даже есть. И вот я отовсюду узнала информацию и стала делать видео, ну, такие популярные. В общем, где есть дворец молодежи, там тоже был храм, церковь была, называлась она Александра Невского. Очень красивая церковь, в византийском стиле построена, ее разрушили в 30-е годы, Никольский собор разрушили в 30-е годы. Еще был очень красивый Знаменский собор, шикарный собор, это построено в 18-м веке, во всей Сибирской округе не было такого собора. Он был огромный, вот он настоящий византийский собор, в этом стиле построен, там было несколько колоколин. В общем, у меня есть видео, ссылочки. Но, знаете, как делать видео про соборы, которых нет? Это очень сложно. Это нужно узнать, где это был собор, и вот рассказывать, бродить, снимать, рассказывать. Вот это такие прогулки в прошлое, вот так вот. Еще прогулки в прошлое, об истории нашего города. Городу 300 лет. И, ну, вот мы, наше поколение, мы на экскурсии ходили, мы что-то знаем. А молодежь знает ли? И, ну, может быть, не все знают. И тоже какую-то информацию рассказывать в таком популярном, ну, несложном, в таком легко запоминающемся стиле. Вот слышите, идет дождь. Вот так вот. Не ливень, а такой мелкий дождь. Скоро август будет, уже несколько дней осталось. А август, это уже, ну, не то чтобы осень, но близкий к осени месяц. И бывает он или теплый, или дождливый. И вот такой мелкий-мелкий дождь в августе обычно бывает. Ну, и так, дорогие друзья, продолжим. Это часть прогулки в прошлое, это о храмах утраченных. Еще у меня есть видео, просто я гуляю по красивым местам, улицам, по паркам, по набережной. А набережная у нас прям бесконечная. На острове. И так, ну, я это все сначала снимаю, вот, так, чтобы симпатично было смотреть. Подгадываю, места какие-то красивые, вот, свет как-то упадет на эти листики. И они так необычно смотрятся. И рассказываю. Я думала, о чем рассказывать. Потом я стала рассказывать о прошлом, о 90-х годах, годах, как мы жили, как мы выживали в нашем городе. В общем, о разном прошлом. И вспомнила о своих родителей. И про родителей, дедушка, бабушка были по отцовской линии христианами, репрессированными. С Алтайского края. Они были хорошие люди. У них не было наемных рабочих. Они были середняками. И мне пришло доказательство. Я заявочку написала. Есть такой сайт генеалогический. Там можно узнать о своих родителей. Там по областям, по районам российской эфири сгруппированы. Ну, в общем, можно найти. Я написала. Написала. И мне откликнулись. Мой родственник откликнулся. В общем, наши прадеды были родные братья. И он мне прислал из архива документы, подтверждающие... В общем, переписные листы 1917 года и 1916 года. Слышите, дождь? И вот эти переписные листы. В них была вся информация. Откуда они приехали. Они приехали из Рязани. В общем, потом, сколько у них было земли. Сначала она была в аренде. Потом, с какого года она была уже в собственности. Царь пришел когда к власти Николай II. Он передал эту землю алтайским христианам в собственность. Зрители, мои подписчики, я вас обожаю. Я вас люблю. И я благодарю вас за то, что вы смотрите мой канал и досмотрели это видео до конца. Всего вам доброго. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok